Продолжаем нашу любимую рубрику. Сюжет нового дополнения за Ворвизы начинает набирать обороты. Помните, как падший титан Саргерас вонзил в поверхность Азерота гигантский меч? Ну, тот самый, о котором Близзард забыли на целых восемь лет. Только сейчас стало понятно, куда именно целился Саргерас, и этим объектом был огромный кристалл в локации Тайносводия. Более того, о том, что Саргерас целился в конкретное место, нам рассказал один из бывших послушников Сумеречного Молота, которому известно куда больше, чем остальным. И что самое главное, таинственный кристалл в Тайносводии, названный Белидаром, начал время от времени излучать бездну только после того, как Саргерас ранил Азерот. И это событие люди Арати называют «судным днем». Этот самый кристалл всегда мог быть реликвией древних богов, которую Свет наглым образом присвоил себе. Собственно, обо всём подробно расскажу вам в этом ролике. Небольшая рекомендация и начинаем. Пока существуют проблемы с оплатой подписки, рекомендую вам поиграть на бесплатном сервере WoW Sirus. Огромное разнообразие рас и классов, новые локации, задания и боссы, которых никогда не было на официалке. Постоянное обновление и стабильный онлайн больше 20 тысяч человек. Ссылка в описании. Переходи, регистрируйся и становись настоящим героем вселенной Warcraft. В своей презентации дополнения The War Vizin Blizzard всегда делали особый акцент на локации Тайносводья, называя её самой важной и технически проработанной из всех, что когда-либо были. И таинственный кристалл титанических размеров, застрявший в сводах огромной пещеры, является центром не только Тайносводья, но и всего дополнения, а то и вовсе всей саги о мировой душе. И хотя люди Арати называют его Белидаром, словно он является кораблем на ару, недавно мы выяснили, что на самом деле кристалл никогда не имел принадлежности к свету. Наиболее вероятно то, что силы света попросту захватили его под свой контроль и напитали собственной энергией, тем самым изменив его сущность. И я пришёл к такому выводу, потому что в сердце Нерубянской империи Аскахет была обнаружена фреска, на которой изображено, как невиданный ранее древний бог пожирает или, наоборот, изрыгивает из себя Нерубов, пока над ним возвышается пурпурный кристалл, изображённый на фреске, словно путеводная звезда для всей Тёмной империи. Именно поэтому я уверен, что в далёкой древности кристалл был сброшен на Азерот самими повелителями бездны, и долгое время он подпитывал своей энергией древних богов, что давало им силу. Однако в какой-то момент пришёл свет и изменил сущность кристалла, тем самым присвоив его себе. Интересно и то, что превращение света в бездну или бездны в свет – это стандартный цикл жизни Наару. Когда-то они гаснут и превращаются в тёмных Наару, и во время этой фазы они начинают поглощать находящиеся рядом смертные души, пока они насытятся вдоволь и не станут снова излучать свет. По этой причине на Дренории возле горы Ашугун, которая на самом деле всегда была упавшим кораблём Наару Генедаром, стали появляться духи давно умерших орков, ведь их притягивал тёмный Наару Курия. То же самое происходило в окрестностях Аукиндона, где такой же тёмный Наару Дория не давал упокоиться тысячам дренейских духов. Недавно он, кстати, появился в новой квестовой цепочке дренеев, в которой нам показали, что Аукиндон отныне живее всех живых, а Наару Дория возвышается над ним в полном здравии. Также на альтернативном Дренории мы стали свидетелями того, как альтернативный пророк Велен пожертвовал собой, чтобы очистить тёмного Наару. Всё это я рассказал вам для того, чтобы вы понимали, какие жертвы нужно принести для превращения всего лишь одного тёмного Наару обратно в светлого. А теперь представьте, во сколько раз большие жертвы необходимы для переделки вот такого титанического кристалла. Также обратите внимание на то, что на фреске кристалл выглядит симметричным и имеет две одинаковые вершины. И получается, что в тайносводе мы видим только половину, А значит, там за сводами пещеры сокрыта и вторая часть кристалла, которая и была повреждена мечом Саргираса. И что же там находится, как думаете? Удар падшего титана не смог полностью изменить сущность кристалла, поэтому он меняет своё свечение со света на бездну и обратно стабильно раз в три часа. Такое чувство, что на второй вершине кристалла, сокрытой за сводами, находится какой-то механизм или даже один великий Наару, который и поддерживает энергию света вопреки повреждениям. Вот только Саргирас своим ударом повредил и этот механизм, или ранил этого Наару, отчего сил ему хватает только на три часа. Смена свечения кристалла – это и есть та самая борьба между светом и бездной внутри нашего мира. И это хорошо отражает название дополнения Звор Визын, или Внутренняя война. Но зато теперь мы знаем, куда именно целился Саргирас, и почему этот кристалл имеет такую значимость для всего Казалгара. По всей видимости, падший титан пытался, наконец, разрушить этот таинственный кристалл. Если можно так выразиться, кристалл – раковая опухоль Азерота, инородное вещество, которое находится в самых недрах нашего мира, и точно не оказывает на него хорошего влияния. Саргирас понял это. Сначала он хотел сделать это аккуратно и окутал Азерот огненным туманом, пытаясь потихоньку добраться до кристалла. Но когда титаны пантеона запустили механизм развоплощения, и времени больше не оставалось, он решил ударить наугад, надеясь на случайное попадание. Мы пока не знаем всех деталей, однако по мере продвижения сюжета нам точно расскажут намного больше. Андуин Рин и Алерия Ветрокрылая попытаются изучить поведение кристалла и выяснить природу его происхождения, чтобы избавить Империю Арате от постоянных нападений нерубов и других темных существ, которых кристалл долгие годы отпугивал своим светом. Я думаю, именно кристалл является конечной целью ксалатат. Сейчас с Азерот происходит множество безумных вещей, в большей мере связанных с бездной. Иреди Кроны и ксалатат похитили темную сущность Голокронда. Сама ксалатат заключила союз с нерубами и собирается провести секретный ритуал, о котором нам говорил все тот же бывший послушник Сумеречного Молота. Однако невидимая сила заткнула ему рот, не дав раскрыть тайну. Тем временем кристалл время от времени излучает бездну, отчего весь козалгар погружается во тьму, и, скорее всего, в конечном итоге он навсегда покроется бездной. Так и начнется второй эпизод саги о мировой душе, дополнение под названием «Полночь». Вот такие мысли, дамы и господа. На сегодня все. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.